Формула, при которой ты играешь, начиная со второго дня, как топ-игрок. Играешь а второй день свежий. Расскажи, в чем плюсы и минусы? Плюсы в том, что я могу отдохнуть в первый день, посмотреть за игрой своих одноклубников, сам потренироваться и последить за игрой потенциальных соперников. А в первый день ты получался помогать одноклубникам? Получалось. Я старался следить за игрой Даши. В чем-то я помогал. Вместе с Максимом. Можешь сказать, что такое высокое место у Даши, это тоже частично твоя заслуга? Ну, не только моя. Ну, почему? Это тренировки. Конечно, я просто поддерживал ее. От меня вряд ли, что зависело. Просто поддержка. И я помогал ей с Максимом. Как оценишь организацию Moscow Open? Поляны, удобство, расположение? Ну, все было нормально. Организация, открытие, закрытие? Ну, как обычно было, как в том году. Все было нормально. Поляны мне понравились. Вначале, конечно, мне показалось, что они были скользкими, тугими. В первый день. Доставал ли ты силикон? Нет, не доставал. Все было нормально. Во второй день я ее вел спокойно. Мне все нравилось. То есть, все-таки бренд лаборатории Кринова, он что-то значит? Значит. Хорошая поляна. Так, а то, что вот живешь в том же месте, где играешь, для тебя удобно это было? Ну, конечно, очень удобно. Можно вперед, перед плей-оффом пойти спокойно в номер, полежать, может быть, что-нибудь посмотреть. Ты готов выигрывать у Яниса? Ну, я, конечно, готов. Ну, я бы сыграл с ним, а дальше посмотрим, что было бы. Ну, ты сейчас чувствуешь в себе силу, что, в принципе, поборолся бы? Конечно. Я способен побороться. В группах был проигрыш Маслобоеву 2-4. Да. Что-то произошло? Ну, произошло, да. Внезапно, когда я с ним играл, он повел меня 4-0. Отыграться уже с ним было практически невозможно. Ну, самая тоже, одна из, наверное, для тебя важных, самая важная серия с Никитой Жолобовым. Да. Это для тебя был камень преткновения, который ты не мог разбить два года. И все равно, как бы, я наблюдал от этой серии, я нашла массу овертаймов. Как будто из последних сил, но все-таки это получилось. Да. Насколько это было тяжело и понял ли ты, что надо делать в следующий раз, чтобы у него выигрывать? Ну, во-первых, надо быть более уверенным. Было, конечно, масса овертаймов. Даже в одном матче, когда счет был 2-2 в серии, ну, пятый матч, Никита повел 3-0. И я уже подумал, ну, я уже огорчился. Ну, 3-0 счет, и я сравнял как-то. Сравнял 3-3. В овертайм все вывелось. И я забил победный гол. 3-2 в серии. Был. И потом все, конечно, было очень упорно. Все решалось. Ну, психология все решала. Ну, это была самая выматывающая серия. Не в каждом матче были овертаймы. Я смотрел, я просто, ну, как бы я понимал, что если даже выиграет Сергей, хватит ли у него потом сил выиграть за третье место? Нет. Я знал то, что за третье место надо бороться. Хоть если у тебя сил нет, все равно надо бороться, потому что это шанс выиграть. Я также играл на Кубке Рыгей. Я знал то, что соперник уже тоже не в лучшей форме и надо дожимать. Ну, а Арсений не получилось дожать? Получилось. Я, конечно, чуть ли не проиграл. 2-0 повел. Он чуть ли не закамбечил. Ты видел его ошибки? Ошибки нет, не видел. Ну, а Максим Борисов? Максим Борисов это... Пока непроходимый элемент? Да, непроходимый. Ну, там чуть-чуть в матчах немножко боролся, но все равно у него больше... Более высокий уровень. Ну, еще полгода назад Никита Желобов тоже был непроходимым. Да. За счет чего вот этот качественный рывок совершился? Никита был в плохой форме или что-то ты как-то разгадал его? Или твои элементы выросли в технике? Я, конечно, смотрел игры свои с Никитой, анализировал, думал, что делать. Надо атакой, думал, надо защитой. Ну, и, конечно, тренировки помогли. Когда начал тренироваться, все пошло. На Кубке Риги было третье место. Третье место Москва Оупен. Чего не хватило на Кубке Курска? Ну, да. Кубок Курска, конечно, был провальный у меня. Или так бывает волнообразно у настольных хоккеистов? Ну, не знаю, что было на Кубке Курска. Еще у меня не получилась игра в высшей лиге. Я начал с поражений. Вышел, конечно, на Воскобойникова. Я знал, что я с ним могу сражаться. Но что-то пошло не так. Когда ты уезжал на Москва Оупен, я тебя спрашивал. Ты говорил, что хочу попасть в четверку. Да. Получилось даже... То есть получилось именно план выполнить? Да, получилось. Это была цель. Готовимся к чемпионату Европы. Ты же тоже готовишься. Какой разряд важнее для тебя? Командный или личный? Для меня важнее... Для меня важны два. Оба важны. Ну, конечно... Ну, я в оба буду... В оба... Ну, разряда буду... Выкладываться на 100%. Что скажешь про одноклубников? Как выступили? Хотя бы по пару слов про каждого. Даша. Даша вообще хорошо выступила. Она еле начальную квалификацию прошла с восьмого места. У нее там плохая была очень игра. А вот четвертая финальная, она уже как-то разыгралась. И прошла даже полуфинально. Это для нее хороший результат. Андрей. Ну, Андрей показал себя. Выступил хорошо. Как должен был. Дима Набасов. Дима Набасов. Конечно, на слова хотел лучше. Но выступил по мне нормально. Конечно, желбовая серия у него была провальная. 13-й счет меня вообще поразил. Максим хорошо сыграл. Максим, да, очень хорошо сыграл. С Дубином я, конечно, с ним болел. Подсказывал, как мог. Поддерживал. Но, я думаю, опыта ему не хватило. Ну, именно опыта игры в плей-офф. У кого можно поучиться на стриме хоккея? Тебе? Получиться. Да. А у кого? Ну, я думаю... Их уже мало осталось, но все-таки. Поучиться можно у Герасимова. Защита очень хорошая слева. Мне она очень нравится. Я ее только могу... Забивать особо ничего не могу. Только пас на выход. И, ну, может быть, еще не ослабляет. Настольный хоккей какую часть твоей жизни играет? Большую очень часть играет в жизни моей. Остальную часть, конечно, играет в школу, которую нельзя забрасывать. Клубные дни, которые у нас регулярно проводятся по вторникам, они способствуют сплочению команды? Способствуют сплочению команды. Это необходимые дни, которые должны проходить вместе с командой для более лучшей дружбы и сплоченности. У тебя есть пурские знают, что ты чемпион мира, чемпион Европы? Были ли случаи, когда незнакомые тебе люди знали про тебя и как-то знали, чем ты занимаешься? Да, были такие люди. И в школе такие люди есть. которые, я не знаю их, они подходят, спрашивают, ну, здороваются, спрашивают. Мне это очень приятно. Семья поддерживают твое увлечение? Конечно, поддерживают. Поддерживают твое увлечение, поддерживают меня, ну, и верят в меня. Кто-то смотрит трансляции с твоими матчами? Смотрели трансляцию с Москвафоба, семья моя, ну, и болели. Конечно, мои матчи не снимались, но и что, ладно. Ну, это все еще впереди? Да. В мировом рейтинге ты поднимешься? Знаешь уже, насколько? Знаю. У меня будет плюс сто очков. Так. И у тебя позгорит этот Санкт-Петербург Open, да? Нет, не сгорит. В 16-й год не сгорит еще. Два года. Поднимусь я на 10-ю позицию. Конечно, хотелось бы именно в десятке четко. Закрепиться? Да.